Культурная жизнь Бендер, что называется, кипит. Почти каждую неделю здесь проводятся концерты, выставки, благотворительные и молодежные акции, спортивные соревнования и еще множество событий, которые и создают облик и репутацию нашего города. А вот за создание и организацию всех мероприятий отвечают наши муниципальные управления и общественные организации. Государственная администрация в новогодние праздники провела ставший уже традиционным голубой огонек для представителей всех этих учреждений. Эти люди создают в какой-то мере наше настроение, настроение нашего города. Они, половина из этих людей, оформляют наши праздники, нашу культурную жизнь. Другая половина создает наши политические взгляды, наши политические настроения, создает наше прошлое. Вот поэтому мы их собрали поблагодарить за все и создать им настроение на весь год, чтобы они этим настроением зарядили нас. И все мероприятия, которые проходят именно с этими людьми, прошли на высоком уровне. Для Совета ветеранов этот год стал очень продуктивным, говорит председатель Юрий Ильишенко. 15 ветеранов Великой Отечественной войны отметили свой 90-й день рождения. А все мероприятия в основном были приурочены к главной исторической дате ушедшего 2014-го – 70-летию освобождения города Бендеры от немецко-фашистских захватчиков. Вознаменование этой даты Совет ветеранов предложил немало усилий. С большой помощью Государственной администрации в лице Юрия Виталиевича Гермедзюка на высоте, боями спаханной высоте 150-0, ныне говорят Суаровская гора, был установлен монумент. Это памятная езда в честь освобождения города. Еще очень большое было мероприятие у нас в Дворце культуры Ткаченко. Там совместно с миротворческими силами и концерт был и чествование всех наших участников Яско-Кишиневской операции, которых, к сожалению великому, становится с каждым годом все меньше и меньше. Городской фонд «Милосердие» в ушедшем году тоже поработал основательно. Благотворительные акции, концерты, информирование и анкетирование населения по поводу опасных болезней и проблем современности. В добрых и полезных делах активно участвуют и все жители Бендер. Особенно остро это обнаруживается, когда даже небольшой вклад каждого становится, возможно, ключевым в разрешении большой проблемы десятков людей. 2014 год был довольно плодотворным, на добрые дела, я говорю, как председатель общества «Милосердие». И прежде всего хотела бы поблагодарить всех жителей нашего города за милосердие, за гуманизм, за то, что всегда подставляют плечо людям, которые в этом больше всего нуждаются. И самым наглядным примером будет то, как мы приняли беженцев с юго-востока Украины. Тысячи наших бендерчан откликнулись, и мы благодарны им, и беженцы благодарны за активную такую поддержку и помощь, прежде всего за моральную поддержку. Теплую атмосферу праздника в тесном дружеском кругу дарили собравшимся представители вокальных коллективов города и ведущие, которые приготовили для гостей много интересного, даже викторину на знания самых известных советских песен.